Абхазская государственность 1200 лет. 12 октября 1999 года Народное Собрание приняло акт о государственной независимости Абхазии, который закрепил основные положения Конституции, принятые в 1994 году, и референдум, который был проведен в 1999 году. На ваш взгляд, какова значимость акта о государственной независимости Абхазии и какова значимость для дальнейшего развития Абхазии? На самом деле, значение акта о государственной независимости, принятого в 1999 году, переоценить сложно. В 1990-е годы был период, когда, несмотря на свою военную победу, Абхазия испытывала тяжелейшее давление со стороны практически всех международных игроков, как от России, так и от ООН и от многих других международных субъектов. Поэтому в тот период было решено абхазским руководством все-таки в какой-то степени оттянуть время для того, чтобы набраться сил, состояться как государство и потихонечку, так сказать, выстраивать дальнейшую стратегию. Однако в тот период, в 1990-е годы, решение было в общих чертах таково, что по статусу, политическому статусу, как бы компромиссные решения нежелательны и невозможны. В 1994 году были приняты два документа. Это заявление о мерах по политическому урегулированию и соглашение о возвращении беженцев. И в этом смысле в заявлении по мерам по политическому урегулированию не было никаких указаний на то, что вопрос статуса будет обсуждаться. Однако практическая жизнь привела к тому, что Абхазии навязали это обсуждение. И если в начале речь шла о том, что Абхазия будет обсуждать структуру такого союзного государства равноправного с Грузией, то в результате такого тяжелейшего давления, это давление, еще раз повторюсь, было и со стороны России, очень сильное давление было, и со стороны международных игроков. К сожалению, в результате давления вопрос обсуждения о статусе в конечном счете к 1997-1998 году пришел к позиции Абхазия как автономия в составе Грузии. То есть потихонечку додавливали Абхазию с помощью блокады, с помощью диверсионных актов, которые постоянно осуществлялись в Галском районе и уносили жизни многих наших защитников, с помощью специальных провокаций на границе. Вот я напомню, были попытки неконтролируемого массового возвращения, и, в общем-то, миротворцы как бы не противодействовали в должной степени этим процессам. В общем, страна была в очень тяжелой ситуации, и в этой ситуации происходило продавливание позиций по политическому статусу. В итоге дело дошло до обсуждения автономии в составе Грузии в рамках протоколов о грузино-абхазском урегулировании. Естественно, на этот момент необходимо было все-таки принять какое-то очень четкое и ясное решение, которое бы позволило бы остановить эту тенденцию, остановить вообще вот эти попытки обсуждения статуса Абхазии, которые не поддерживались обществом, не поддерживались населением. Я, кстати, могу напомнить, в тот период я работала в администрации президента Ардзенба, и мы в тот период делали очень много исследований, которые были рассчитаны не только на работу с нашим внутренним общественным мнением, но также и на информационную такую работу с внешним миром. И многие наши вот исследования, социологические опросы, мы распространяли в тот период и среди международных организаций, и довольно часто печатали в российских академических научных изданиях. Цель была такая, чтобы передать вообще настроенность абхазского общества на те или иные решения. И вот в наших опросах того времени государство и власть вело переговоры о статусе, о разных вариантах, так сказать, от общего государства до автономии в составе Грузии. А мы, например, в своих исследованиях показывали, что население не поддерживает переговорные позиции власти. И что самое интересное, Владислав Григорьевич, например, когда мы ему показали вот эти результаты, честно говоря, не было уверенности в том, что вот такой как бы критический посыл будет воспринят позитивно. Но наоборот, вот президент как раз таки сказал о том, что правильно говорит, пусть международное общественное мнение, российское общественное мнение знают, что все эти позиции, которые мы обсуждаем, не будут приняты населением. И в этом контексте подготовка к референдуму, она уже шла где-то с 97-го года, потому что были и противники того, чтобы проводить референдум. Тем не менее, решение было принято в пользу референдума. И вот значение для той тяжелейшей текущей ситуации заключалось в том, что он остановил вот эту вот тенденцию понижать статус Абхазии с позиции независимости. То есть периодически был закреплен суверенный статус Абхазии? Да. Тем более, что референдум – это вообще институт народного волеизъявления, это институт народовластия. И обычно решения по референдуму, они имеют максимальную такую легитимность с точки зрения вообще норм международного права. Таким образом, референдум в плане текущей ситуации поставил точку в обсуждениях статуса Абхазии. Было принято решение о том, что Абхазия – субъект международного права, Абхазия – независимое государство. Уже позднее, когда были различные предложения, например, были и план Бодена, тоже, который подразумевали, что Абхазия будет в составе Грузии, какие-то другие предложения, к счастью, уже и политика России с приходом к власти Владимира Путина изменилась. Было как бы легче отстаивать свою такую позицию жесткую по независимости, потому что у нас были правовые, серьезные правовые акты. И Конституция 1994 года, и референдум, и, что самое важное, акт о государственной независимости, как юридический документ, закрепляющий итоги референдума. Что касается долгосрочного значения акта о независимости, Вы знаете, вот даже первые фразы акта о независимости – это фразы, рассчитанные на именно долгосрочную перспективу. Эта фраза и в Конституции, и в референдуме говорится о том, что у Абхазии есть исторические традиции независимой государственности, что Абхазия была независимым государством 1200 лет назад. И, учитывая то, что это был 20 век, значит, конец 20 века, значит, это была отсылка к 8 веку. То есть традицию государственности в референдуме была отсылка к 8 веку, к периоду Абхазского царства, когда оно было образовано уже как формализованное государственное образование, настоящее полноценное государство, субъект международного права. Поэтому с точки зрения долгосрочной перспективы это был очень важный посыл, потому что мы говорили фактически в этом акте о государственной независимости о том, что мы являемся правоприемниками и правопродолжателями независимого Абхазского царства с очень давней исторической традицией. Что это означало вообще для, опять же, дальнейших, так сказать, переговоров и дальнейшего восприятия Абхазии? Это означало, что Абхазия ссылается на свой континуитет. Это в международном праве понятие, которое как раз обозначает правоприемство государства как международного субъекта, даже тогда, когда оно физически потеряло свой суверенитет. То есть, например, в периоды оккупации или в периоды аннексии. В 1931 году, после промежуточных периодов постепенного урезания суверенного статуса Абхазии в составе Советского Союза, уже в 1931 году, несмотря на массовые протесты, на массовые выступления абхазского народа, фактически суверенитет Абхазии был аннексирован. Наша территория была присоединена к Грузии, и мы стали частью Грузии. И в этом смысле вот этот принцип континуитета, он означает, что даже несмотря на этот акт аннексии, и мы пребывали в этом состоянии аннексированном, всю оставшуюся часть существования Советского Союза, Абхазия сохраняла свою международную правосубъектность именно как обладательница континуитета. Сейчас очень интересные процессы происходят в Каталонии, и в Абхазии очень пристально за этими процессами следят. Как известно, 1 октября в Каталонии был проведен референдум в отделении от Мадрида. Совсем недавно, 10 октября, лидер Каталонии Карл Пучдемон подписал декларацию о независимости, но пока этот документ не вступил в силу. Вот интересно ваше мнение, есть ли параллели между событиями, которые происходят в Каталонии, и между Абхазией, есть ли параллели, есть ли отличия, на ваш взгляд? Параллели в том, что и там, и там есть стремление народа высказать свое волеизъявление путем референдума, и есть стремление народа обрести полный суверенитет, включая внешний. Это параллель, конечно, которая такая вот прямая параллель с Абхазией. Но, вы знаете, я вижу даже больше отличий, чем параллели в том, как процесс происходит сейчас. Мы не знаем, как он завершится в итоге, будет ли действительно достигнута Каталония, или Шотландия, или Иракским Курдистаном действительно реальная независимость. То есть в последнее время актуализировалось? Да. Дело в том, что если в Абхазии было полное единство общества в отношении к своему независимому статусу, то мы ведь видим, что в Шотландии референдум не подтвердил стремление к независимости, потому что все-таки большая часть населения, 55%, не проголосовала за независимость. В Каталонии мы тоже видим, вы знаете, явка была 42% избирателей. 42% это не большинство, хотя вот как отмечается в Каталонии референдум не ограничивает порог явки. В Абхазии явка была 80% от всего количества избирателей. Причем все количество избирателей на абхазском референдуме, оно составляло большую часть от довоенного количества избирателей. То есть вот даже статистически референдум в Абхазии был более репрезентативным и более убедительным. Но я уже не говорю о том, что 98% высказала за независимость из тех, кто пришел. Но вот в Каталонии статистически ситуация немножечко другая. Это во-первых. Во-вторых, мы видим даже сейчас, что есть каталонцы, которые не хотят отделения от Испании, то есть полного суверенитета. И в этом смысле там еще предстоит внутренняя такая дискуссия. Какие силы возьмут вверх, тоже неясно. И что самое интересное, когда мы пытаемся сравнивать разные ситуации с отделением, разные ситуации, которые приводят к конфликту, например, как в Косово. В Косове стремление, например, к отделению привело к очень серьезному конфликту. Поэтому все эти ситуации отличаются друг от друга тем, что из себя представляет сам конфликт по своей природе. И это очень хорошо видно, различие между типами этих конфликтов в том, какую аргументацию они приводят для обоснования своей желания независимости. Если вы послушаете каталонцев, то вы увидите, что в основном аргументы экономического характера. Если вы послушаете шотландцев, то тоже, вы знаете, да, там очень, конечно, интересная история у шотландцев. Они добровольно объединились с Англией и создали фактически Соединенное Королевство в XVIII веке, как я помню. Хотя до этого были очень серьезные такие столкновения тоже в защиту своего суверенитета. Но даже у шотландцев сейчас, вот мы слышим, больше звучат аргументы экономического характера. Как отмечают эксперты, после того, как в Шотландии обнаружились месторождения нефти, вообще вот вся эта тема отделения Шотландии, она активизировалась. Поэтому вот эти отличия, они говорят о том, что сама природа вот этих вот конфликтов и мотивации к референдуму у населения, вероятно, разные. В Абхазии, если вы посмотрите всю историю национально-освободительного движения, о котором говорится в акте государственной независимости, что тоже очень важно, национально-освободительные движения, они ведутся там, где народ неудовлетворен и ущемлен в тех странах. Вот это тоже отмечено в нашем акте о независимости. И вот если посмотреть на аргументацию абхазского народа с советских времен, то вообще там экономических вопросов не звучит. Да, нам нужно было сохранить свою самобытность, культуру, язык. Абсолютно точно. В Абхазии ключевые вопросы, по которым шло вот именно критическое расхождение с Грузией, конфликт с Грузией, это был вопрос сохранения абхазов как народа, как этноса, сохранения абхазской идентичности. И все аргументы, которые приводились, сохранение языка, потому что мы знаем, я не буду сейчас повторять, и репрессии против языка, и репрессии против абхазов как таковых. Даже политический террор в Абхазии, который везде по России, по Советскому Союзу представляют как политический террор, сталинский политический террор, в Абхазии даже террор 30-х, и в Абхазии он продолжался в 40-е годы, носил этнически мотивированный характер, поэтому, к сожалению, вот наш маленький народ действительно в 20-м веке просто пережил страшнейшую трагедию. Поэтому для меня неудивительно, что итоги референдума в Каталонии в итоге сформулированы так нечетко. У них есть выбор, потому что это конфликт, в общем-то, похоже, что конфликт интересов. Не за ресурсы территории мы воевали, мы воевали за самосохранение. В то время как для Грузии это был типичный конфликт интересов. Грузия воевала за расширение своего пространства жизненного, для расширения своего экономического пространства. В конечном счете она воевала за свои интересы. Вот у нас столько исторических, столько юридических оснований для того, чтобы быть признанным международным сообществом. А вот как нам достучаться до международных структур? Как нам попасть вообще на площадку ООН, стать членом ООН? В ближайшей перспективе вообще это возможно? Я в этом смысле оптимист, поэтому никогда не предлагала никаких моделей общего государства. Потому что мы рассчитывали на то, что и признание будет, и достучимся мы до международного сообщества. Поэтому вот, по крайней мере, вот определенные, так сказать, круги в Абхазе, мы их прекрасно знаем, и депутаты парламента, и сотрудники Абиги, и ученые из Абхазского университета, юристы наши, они вели линию на то, чтобы показать, почему компромисс невозможен. Вот мы искали, например, аргументы, чтобы показать, почему компромисс невозможен. Была другая линия, тоже в нашем Абхазском, так сказать, в наших Абхазских политических элитах, экспертных кругах, которая как раз вела линию на то, чтобы найти эти компромиссы. И в рамках этой линии много было предложено разных вариантов компромиссных решений, которые в конечном счете, как мне кажется, не работали на то, чтобы международное сообщество поняло истинную природу нашего тяжелейшего конфликта и нашей трагедии. Поэтому линия на то, чтобы показать, что компромиссы невозможны, мне кажется, эта линия была эффективной, и она в итоге привела к результату. Часть аргументов этой линии – это конфликт идентичности, национальных идентичностей. Дальше. Другая часть наших аргументов заключалась в том, что мы пытались найти геоэкономические и геополитические аргументы для того, чтобы показать, что независимое абхазское государство в Черноморско-Кавказском регионе, оно геополитически целесообразно. Поэтому мы развивали тему того, что Абхазия могла бы быть военно-стратегическим и геополитическим таким буфером между НАТО, Грузией как страной НАТО, и Россией, потому что Абхазия ориентировалась на Россию. Владислав Григорьевич в этом смысле сделал четкий выбор и четкий ориентир на Россию. И что я хочу сказать, вот сейчас, в наше время, мы должны тоже все-таки сконцентрироваться, консолидироваться в каком-то смысле. Я понимаю, что политическая, внутриполитическая борьба, она будет продолжаться всегда, это нормально, но все-таки в ходе этой внутриполитической борьбы мы, конечно же, должны понимать, что у нас есть общегосударственные задачи и что наша ситуация, к сожалению, за последние годы не продвинулась вперед, к большому сожалению. Много раз я говорила, что главный наш аргумент геноцида, который мы, который озвучивали, находясь в окруженной со всех сторон в Гудауте, в 92-м году абхазские депутаты принимали постановление, но он последние годы перестал звучать. Мое представление о том, какими должны быть следующие шаги и какими должны быть рекомендации, оно связано именно с оценкой текущей ситуации, с оценкой текущих вызовов. Вопрос беженцев, который является нашей слабой стороной, потому что постоянно он муссируется, и мы знаем, что постоянно принимаются резолюции каждый год в ООН, и с каждым годом количество тех стран, которые поддерживают эту резолюцию, увеличивается. В 2008 году, когда эта резолюция только появилась, 14 государств поддержали эту резолюцию, а сейчас эту резолюцию поддерживают уже больше 70 стран. То есть мы видим позитивную динамику. Можем ли мы похвастаться динамикой такой позитивной в отношении наших проблем, наших вопросов? Снята ли изоляция с Абхазии? Сняты ли санкции, которые СНГ действуют до сих пор? Получили ли мы какие-то еще признания от других стран? Ничего этого мы не видим. Следовательно, нужны какие-то очень серьезные изменения, серьезные наступательные меры. У нас произошло непоэтапное возвращение, растянутое по времени до позитивных сдвигов. У нас произошло массовое возвращение. Потому что если вы посмотрите, сколько вернулось в Косово сербов, 300 человек, всего-навсего 300 человек. Если вы посмотрите, сколько вернулось, например, в Хорватию сербов, там было изгнано 300 тысяч сербов, ни одного. Если вы посмотрите, сколько вернулось турок-месхитинцев, которые не воевали с Грузией, хотя Грузия взяла обязательство вернуть турок-месхитинцев, которые были депортированы Сталиной, вернулось всего 256 человек. Но коллеги, на фоне вот этих прецедентов по возвращению беженцев, понимаете, 60 тысяч, та официальная цифра, которую мы озвучиваем, вернувшихся беженцев, это массовое возвращение, понимаете. Особенно по отношению вообще к нашему коренному народу, к численности нашего коренного народа. Ведь в Косово речь идет о двухмиллионном населении, в Грузии четырехмиллионное население, но они не возвращают своих беженцев, понимаете. А мы вернули, мы массово вернули огромное число, беспрецедентное число беженцев, причем без верификации. Не было особой верификации на предмет участия в военных действиях. Я добавлю, что это количество, я думаю, больше в реальности. Поэтому получается так, что и второй вопрос, ключевой вопрос конфликта, вопрос беженцев, мы решили. Причем, опять же, я бы сказала, что здесь очень сложно говорить, насколько рискованным было это решение о массовом возвращении беженцев, и оно продолжается, в общем-то, и по сей день. Таким образом, два ключевых вопроса конфликта, урегулирования так называемого, вопрос политического статуса и вопрос беженцев, нами решен. Тогда о каком неурегулированном конфликте вы говорите? Предложения, которые прозвучали в последнее время, что проблема беженцев неурегулирована, и ее надо рассматривать в контексте реституции или компенсации, я уже говорила в свое время, это очень негативный, как бы такой, знаете, вброс в абхазское общественное сознание, которое потом повторили абхазские эксперты. Дело в том, что компенсации и реституции это международные такие правовые инструменты, которые осуществляет виновная сторона. Компенсации платит тот, кто виноват. Поэтому в отношении беженцев никакой темы компенсации и реституции быть не должно. Это такой, знаете, очень хитрый ход, который был направлен на то, чтобы, вот, дескать, Абхазия выступить с такой вот чуть ли не, знаете, благотворительной инициативой. Но на самом деле подоплека заключалась в том, что Абхазия тем самым признала бы свою ответственность. Поэтому сегодня я считаю, что первоочередная мера, во-первых, отказаться от термина неурегулированный конфликт, точно так же, как Россия считает, что конфликт завершен, потому что все ключевые вопросы конфликта решены. В первую очередь вопрос статуса. Точно так же мы должны отказаться от этого термина. Более того, мы должны принять закон, во всяком случае, такой юридически значимый акт о поражении Грузии. Вот мне бы хотелось, чтобы военная элита Абхазии, военно-политическая элита Абхазии, ветеранские организации, вот вникли в этот вопрос. Что это даст нам? Факт поражения Грузии даст также ситуацию полностью завершенного конфликта. Вы понимаете? Жующий свой галстук Саакашвили, безусловно, был готов к капитуляции. Но у нас нет никаких вот таких правовых актов, кроме соглашения Медведева-Саркази, где мы бы могли сказать, что фактически соглашение было подписано в условиях фактической капитуляции. Ну так давайте, по крайней мере, примем юридический акт о поражении Грузии и ответственности Грузии за преступления, совершенный период с 1992 года по 2008 год. Это усилит наши позиции и на международной арене. И в конце концов мы перестанем выходить на международный уровень, как спорная территория Грузии. Мы станем выходить на международный уровень, как страна, которая решила все вопросы с Грузией. То, что она не подписывает мирный договор, не пришло время для мирного договора. Она еще должна нам заплатить компенсации, материального ущерба. Она должна понести ответственность. Только потом можно говорить о мирном договоре. И второй закон, важнейший закон, это закон о криминализации отрицания геноцида. То есть закон об уголовном преследовании за отрицание геноцида абхазов со стороны Грузии. Причем системного геноцида, начиная вот с 1918 года. Лай Брагимовна, спасибо вам за интервью. Спасибо вам.